Фруктовые и овощные прилавки на рынке сейчас богаты своим разнообразием. Продавец заверяет, товар сладкий, вкусный, а вот есть ли в нем польза, а главное, нет ли в нем вреда, скажет лабораторная экспертиза. Превышение или норма по нитратам в сезонном товаре попыталась выяснить наша съемочная группа. Абрикосы, персики, помидоры, огурцы, чего летом только нет на прилавках рынка. Активная конкуренция супермаркетов по фруктам и овощам никак не мешает торговать и продавать свежие витамины. Польза летних продуктов несомненна, но если быть в ней уверенным на 100%, а если это выросло не на своем огороде, покупатель начинает сомневаться. Продавец заверяет, продовольственные базы работают по документам. Непроверенный товар рассказывцам не привозят. Покупаем их на оптовой базе, а там товар проверенный. Там уж просто так продавать никто не разрешит. Там при рынке своя, как вот у нас в Санкт-Петербурге станции, и без проверки товар на продажу не предоставляется. Так или иначе, то, что продается на центральном рынке, проходит проверку на месте. Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы проводит анализ большого списка продуктов. Среди них мясо, рыба, молочная продукция, яйцо, мед, фрукты, овощи. Оборудование позволяет определить болезнетворные микробы, наличие посторонних примесей, нитратов и даже радиационный фон. В общей сложности за 2017 год нам было проведено 17 173 экспертизы. Мы сами ходим, наши сотрудники ходят, делают отборы, записывают, подписывают каждую пробу, чтобы никаких потом недоразумений не было. Но по мясу они у нас сами сюда приезжают, к лимитам, представляют нам ветеринарную справку. Это в первую очередь. Без ветеринарных документов мы не имеем права к лимит мяса. На операционном столе герои с грядки и с ветки плодовых деревьев. В нитрат-тестер запрограммированы категории продуктов. При замере аппарат указывает норму и выводит на дисплей действующие показатели. При норме 150, он нам показывает 110. Вот таким образом. В присутствии съемочной группы нарушений выявлено не было. Но если таковые случаются, лаборатория вместе с администрацией рынка, недобросовестного продавца может попросить исключить товар с прилавков. Ну вот сейчас пока что еще мы некоторым гражданам запрещаем торговать арбузами, потому что проходит, что превышает немножко нормы нитратов. Покупатели вправе потребовать заключение лаборатории о проверке продукта. Оно действует ровно день в момент продажи. В следующий раз новую партию специалисты вновь будут проверять и исследовать качество полезного продукта. Юлия Хлыстова, Николай Теплов, Новости ТВ Рассказыва.